Скажите, пожалуйста, что будет, если завтра вдруг Путина не станет? А почему вас так это интересует? Почему вы такой задаете вопрос интересный? А если вас завтра не станет? Ну, кто я и кто Путин? Вы спрашиваете. Поэтому вы есть, вы вы. То есть вы не хотите, вы боитесь ответить, да? Я не боюсь ответить. Я боюсь, я просто не сдержусь и все. А что случилось-то? Пошлите-ка вы подальше куда-нибудь. Наглится. Все, вас пока не было. Я умру вместе с ним. Почему? А если он умрет, одни дураки к власти станут. Если Путина не будет, здесь сейчас все нахер раз. Если бы Путина не было, нашему России уже не было, молодой человек. Беспорядки будут точно. Почему? Много власти будет и народа слишком. Когда даешь много власти народу, могут твориться беспорядки. Начнется, наверное, какая-то разруха в стране. Будет паника. Господи, а что за провокационные вопросы? А в чем провокация? А куда он денется? Даже не знаю, кто у нас есть. Он давно уже у нас, да? Давно, да. 20 лет. Слава Богу. Без него нам плохо. Он вершит судьбы России и мира. Вы подумайте лучше, останетесь вы. О, Господи. Да вы такой вопрос у вас. Нет. Нас это не устраивает. Ну, а вдруг так случится, что будет? Не будет. Мы к нему привыкли. Он все-таки нас защищает. От кого? От всех друзей наших. Хуже, чем уже есть некуда. Вот. Наверное, если это будет какой-то что-то типа переворота, то, наверное, какая-то смута будет первое время. Потом все, так сказать, наладится. Наш народ имеет здравый смысл. Понял. Сможет сам жить. Я думаю, что что-то будет более интересное, потому что на нем же держится куча других людей. Если не станет его, значит, не станет еще нескольких десятых людей, а значит, будет смена власти. Жизнь будет продолжаться, как бы там ни было. Я думаю, что многие перекрестятся с облегчением. А вы? В первую очередь. Почему? Ну, потому что вся его 20-летняя практика показывает, что дела все хуже и хуже. И сегодняшний день самое яркое тому подтверждение. Жизнь пенсионеров, детей на нуле, здравоохранения никакого, образования никакого, производства никакого, сельское хозяйство в полном упадке. Да вообще-то уже как бы угроза национальной безопасности. Ну, он все поднял, а разруха была в 2000 году, а он все поднял. Вот мне интересна аргументация. Ну, все, хорош. Насколько я помню, раньше, еще при Советском Союзе, у нас же была нефть, продавалась в другие страны, и она как бы нам не вредно лежала, а Путин это нам вернул. Кому нам? В России. Раньше, вон сидели, какие правители, разорили все на свете, всю Россию. А он ее поднял? Поднял. Вы стали жить лучше? Лучше стало. А чем лучше? Остань. А то сейчас тебе таковно говорю, что тебе будет плохо. Дал пенсионерам какую-то надежду. Хотя поколение нынешнее нас ругает за это, что мы поддерживаем Путина. Ну, казалось бы, жизнь стала лучше. Единственное, конечно... За бугром там другая жизнь. И вот она, видимо, молодежь. Туда ездит, видит, какое отношение к людям, что там в основном забота о народе. Ну, не знаю, может, это только, ну, как, раз поехал, посмотрел. Это еще не факт, что это все так. Так же? А вы были за границей? Нет, ни разу не было. А чем хуже? Я вот сейчас прошел с бульвара. Из 20 человек большая часть сказала, что жизнь стала у них лучше, а они стали жить лучше. Вот, вот, я не знаю. Ну, во-первых, они говорят в камеру. Во-вторых, они привыкли транслировать то, что им вливают в мозги по телевизору. Ну, и в-третьих, просто обидно за себя, что они такие глупые. Как жили, так и будем жить. Ну, это чего? От нас ничего не зависит. Придет на смену другой Путин. То же самое все останется. У нас три останется. Хоть Путина, хоть без Путина. Субтитры создавал DimaTorzok